О том, как прошел День солидарности в борьбе с терроризмом в Дагестане, в специальном обзоре Имары Гаджимивой. Начались памятные мероприятия с шествия молодежи по проспекту Раслуа Гамзатова, посвященная всем жертвам теракта. Студенты, школьники с транспарантами и плакатами прошлись по одной из центральных улиц к памятнику сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебного долга. Там вместе с заместителем председателя правительства Дагестана Рамазаном Джафаровым, в Рио министра МВД по республике Василием Салютиным и другими почетными гостями возложили цветы к монументу. Обращаясь к молодежи, Джафаров напомнил, что с 99-го года в Дагестане звание Героя России присвоено 15 сотрудникам полиции, из них 12 посмертно. Эти люди погибли во время исполнения своего долга, защищая жителей республики от преступников. Поэтому наш долг это помнить. Эти люди отдали свои жизни для того, чтобы защитить простых людей, защитить Дагестан и всю Россию. И, наверное, немаловажно сегодня, что и не просто участниками, но и организаторами сегодняшнего Миндива. Сегодня выступили в том числе и наши молодежные организации. Это говорит о том, что молодежь у нас все-таки на правильном пути. Жертв Беслана вспоминали и в Кизлярском районе. Мероприятие, приуроченное ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло в селе Аверьяновка. Своё нет террору со сцены говорили как дети, так и взрослые. В программу «Часа памяти» также вошло награждение победителей конкурса рисунков «Дети против террора», показ документального фильма о трагических событиях в Беслане и чтение стихов, призывающих к миру. «Твоя гражданская позиция? Скажи террору нет». К проведению всероссийской акции присоединился и Гунибский район. К молодежи с приветственным словом обратился глава муниципалитета Пахрудин Магомедов. Акция продолжилась минутой молчания в памяти о жертвах Беслана. Затем о погибших детях рассказали учащиеся гунибских школ. Они подготовили стенд с их фотографиями, прочли стихи, посвященные жертвам террора и исполнили песни. Присутствующие также говорили, как не допустить, чтобы молодое поколение увлеклось таким опасным явлением, как терроризм. Сегодня же студенты Политехнического колледжа Дагестана побывали в Беслане на траурных мероприятиях. На мемориальном кладбище они возложили венок с надписью «От детей Дагестана ангелам Беслана». Ребята отметили, что они едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному. Не допустить разрастания этого преступного безумия.